Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Уже 6000 гектаров пожар в Егорьевском районе не утихает, но оперштабе правительства края принято решение просить помощи у других регионов. В непростой ситуации оказались и жильцы Барнаульской многоэтажки. Прямо во дворе на людей нападает коршун. Добрый, тихий, не пугливый. Барнаульцы просят помочь обрести дом трехногому псу. Больше 18 сбросов воды с воздуха произвели на наиболее опасные участки лесного пожара, которые третьи сутки бушут в Егорьевском районе. Однако ситуация остается тяжелой. Огонь прошел уже почти 6000 гектаров. Помогать его тушить будут десантники пожарной из Ханты-Мансийского автономного округа. Решение просить подкрепление принято на оперативном штабе, который накануне провел губернатор края Виктор Томенко. Также он встретился и с местными жителями. О ходе визита главы региона и последние данные об обстановке в районе, где из-за лесного пожара действует режим ЧС, в сюжете Елена Макаренко. Ну что, как жилете расстроить? Боимся. Это лето жители Егорьевского района запомнят надолго. Десять дней назад огонь уничтожил лес на площади в 5000 гектаров, сейчас уже почти в 6. И стихия не унимается. Только за последние сутки самолет «Амфибия» произвел уже больше 18 сбросов воды. На земле пожар пытаются остановить несколько сотен огнеборцев. Но на оперативном штабе губернаторам принято решение просить подкрепление. Ситуация хоть и находится под контролем, поддержка не помешает. Мы думали, что ветер стихнет, и мы сможем его локализовать возле линии Лыб, которая проходит перед дорогой на Егорьевск. Но ветер не стыкал с ураганой, и в 20 час ночи поднялся верховым пожаром, он перешел линию Лыб, где-то примерно около километра, далее перешел дорогу через Егорьевск и пошел сюда в 36-й, 31-й квартал. Силы и средства задействуют даже из других регионов. Так, из Ханты-Мансийского автономного округа в наш регион прибудут 30 пожарных десантников. А пока сформированы экипажи ДПС, доставлена спецтехника из Михайловского и Куринского районов края. Проведена подготовка на случай эвакуации. Сейчас, утверждают специалисты, угрозы населенным пунктам нет. В первые сутки после начала возгорания перевезли в соцучреждение Рубцовска только пациентов и сотрудников местного противотуберкулезного диспансера и детского психоневрологического интерната. Эвакуацию проводили ночью, но говорят, что все прошло спокойно. Первая эвакуация проводилась 8 июня, то есть в такой же ситуации. На сегодняшний день все, то есть персонал уже знал свои обязанности и никаких недоразумений не было. Что-то приходится подвозить, потому что порядка 140 человек пришлось переместить. Что-то приходится подвозить. Ну то есть там налажено уже все и питание, и проживание. На всякий пожарный для жителей нескольких сел в Новоегорьевском развернули пункт временного размещения. О возможных рисках население предупреждают с помощью СМС-рассылки. Вопрос обеспечения сотовой связью стал ключевым на встрече губернатора с местными жителями. Люди обращались также с просьбами решить вопрос с охраной леса и проблему с водопроводом. Вы этот списочек составьте, этих всех вопросов, которые надо решать, и мы по ним поработаем. Ну вот, связи нет. А что, была связь когда-то? Не было. Ну ее и не было. То есть когда-то она придет. То, что есть у вас вопросы, это хорошо, но только их мы запишем, систематизируем, и по каждому из них работа будет организована. Что-то решить можно, наверное, довольно быстро. На что-то потребуется время. И выручение всем ведомствам дам заниматься по всем направлениям. А между тем, по информации Краевого управления МВД, причиной крупной лесной трагедии мог стать поджог. Возбуждено уголовное дело. Мы будем следить за развитием ситуации в зоне бедствия. Елена Макаренко. День с толком. Современные экономические вызовы требуют плотной работы региональных властей с федеральными структурами. В этом плане Петербургский экономический форум – крупнейшая площадка, где различные стороны обсуждают совместные проекты. Итогом последнего форума для Алтайского края стали 50 миллиардов инвестиций и 8 крупных соглашений в сфере туризма, промышленности и сельского хозяйства. О каких проектах идет речь, узнавала наша съемочная группа. Туризм, дорожное хозяйство, промышленность в ближайшие годы получат дополнительный стимул развития. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Виктор Томенко провел несколько важных переговоров, итогом которых стало 8 крупных соглашений на сумму инвестиций в 50 миллиардов рублей. За последние три года, будем считать, что 20-й не проводился форум из-за ковида, 21-й он тоже был со своими ограничениями. Поэтому за три последних года было подписано всего 22 соглашения и общая сумма составила более 100 миллиардов рублей. Регион ждет колоссальная поддержка в строительстве объектов туризма. В Белокурихе инвестируют в два курортных комплекса. Еще один появится в угорной зоне «Сибирская монета» и будет направлен на туристическую привлекательность для приезжих. Он будет не один, это лишь только первый этап строительства отеля на 250 миллиардов. Дальше будет и строительство горнолыжного комплекса, спа-центра. Сразу в трех регионах, двух Алтаях и Новосибирской области преобразят Чуйский тракт. Его продолжат расширять, а еще создадут объекты отдыха на всей его протяженности, облагородят достопримечательности. Прирастет новым объектам и промышленность края. В Михайловском районе должны построить завод для добычи содосульфатного сырья из малинового озера и поддержать там же производство кальцинированной соды. Вместе это 150 новых рабочих мест. Участники форума ощутили повышенное внимание к производственникам. Так до конца года в стране должны разработать механизм инвестиционного налогового вычета. Они дают преференции льготы предприятиям. Предприятиям становится выгодно вкладывать в инженерную инфраструктуру, в замену модернизацию своего оборудования. Правда, пока эксперты не дают однозначного ответа, откуда брать кадры для предприятий. И то, что заниматься этим вопросом нужно начинать не с вузов, а с сузов и школ, ясно всем. Сделал объявление в газету, требуется оскотник, комазист, комбайнер. Месяц идет ни одного звонка, даже не спрашивают, какая зарплата. Возврат городского жителя в сельскую местность, он чуть ли не связан с каким-то трудовым подвигом. То есть, вот просто-напросто нам этот тренд надо в корне менять. Для этого вот тоже тема сегодня поднималась. То есть, это поддержка лицеев, то есть, и такая связка сельских именно лицеев. Я об этом сейчас буду говорить. Почему? Потому что отправляя в городской лице, я очень хорошо к ним отношусь. То есть, мы, тем не менее, большие риски потерять этого студента, потому что, ну, в хорошем смысле, вкусив городскую жизнь, то есть, шансы, что он вернется, они становятся намного меньше. Упомянули эксперты идею агрогородков, представители которых бы занимались сельским хозяйством и жили в развитых комфортных поселениях. На агросферу большие планы. Край может войти в федеральный проект зернового коридора между Россией и Китаем. Для этого нужны будут и современные села, и специалисты, и техника. С последним уже проще. Технопарк в отрасли сельхозмашиностроения в Рубцовске регулярно принимает иностранные делегации и скоро презентует первый совместный проект. На следующей неделе будет большой агрофорум День сибирского поля. Будет представлен первый проект одного из наших резидентов, зарубежным партнером, уже достаточно, ну, скажем, такой высокотехнологичный продукт. Это сейлка точного усива. Реализация новых соглашений позволит создать 3000 новых рабочих мест в Алтайском крае. Федеральные эксперты высоко оценили работу Виктора Томенко на экономическом форуме и подчеркнули, что плотное сотрудничество разных уровней власти гарантирует развитие и поддержку территорий. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле Коршун терроризирует весь двор. Жители дома на Малахова, 79, уже больше месяца подозрительно оглядываются, боясь атаки хищника. Птица неоднократно нападала на взрослых и детей. Что это? Месть пернатого или самооборона? Наша съемочная группа отправилась на разборки. Полина с двоюродными сестрами, маленькая, плачет, боится Коршуна. Опять кого-то цапнул за голову. А вчера с консьержа, вот вчера с консьержа шапку снял, кепку. У Людмилы записаны все ходы. Каждый раз, когда Коршун нападает на жителей дома, консьерж уносит запись в книгу. Вот видите, летит, летит. Камень какой-то он ему сбросил. Уже второй месяц птица держит в тонусе жителей дома на Малахова, 79. Проделки Коршуна не хулиганство, а типичное поведение хищника, который защищает свое потомство. Вот только теперь нужно защищать и людей, которые стали носить головные уборы и капюшоны, чтобы спастись от огромных когтей. Когда она меня ударила, шла я, выбросила мусор, она меня ударила в голову, я упала на колени. Потом часа два у меня легкий такой шторм внутри у меня был. Поцарапал он моего друга, тоже такой мелкий человек, ну, мальчик-то, тоже ему лет 10. У него вот такой тут шрам остался, получается. Меня он пытался тоже поцарапать, но меня кепка спасла. На вас один раз нападало? Ну, у меня один и два захода было, я от второго вернулся. Ну, она летает, летает, потом пикируете на вас, цепляет вас, там уже царапает или просто ударит. Он сзади подлетел, и папе на голову, у него потом голова немножко еще болела. У меня даже сестра теперь плачет, боится сюда приходить. Вот, нам теперь даже выходить, мы гуляем теперь даже не тут, в другом месте. Местные рассказали, что Коршуна прикормил мужчина из соседней пятиэтажки. Коршун понял, что здесь хорошая кормовая база и завел семью. Теперь два дома воюют. Жители пятиэтажки боятся, что деревья на их территории срубят. А все потому, что именно там находится гнездо Коршуна. Давайте произведем обследование, соберем все документы, обратимся в органы. Они примут решение, оповестят соседний дом, и мы с этим согласимся. Но в рамках закона не надо никого убивать. Первое заявление было в Министерство природных ресурсов. Ответ пришел, что мы этим не занимаемся. Заявление наше было ниже спущено в администрацию Ленинского района. Оттуда тоже пришел ответ, что мы держим на контроле и будем ситуацию решать. И вот сообщили, что в начале недели приедет вышка, будем решать этот вопрос. По нашей информации, сегодня днем на место выезжал специалист администрации Ленинского района, а также представитель Краевого министерства природы. Экспертам придется решать, что делать с гнездом. Просто взять его и снести, это дерево или гнездо. Это идет нарушение природоохранного законодательства, это разорение гнездо. И тут даже не разорение гнезда, а тут идет уничтожение вида. Птица принадлежит государству по факту. Как вариант разрушить гнездо, когда птицы покинут родной дом. А пока местные жители продолжают с опаской смотреть на небо. Коршун продолжает держать всех в страхе. Мы будем следить за этой историей. Тут нет живодеров, тут нет каких-то там ужасных, страшных людей и все такое. Но птица агрессивная. И извините, мы тоже тут матери и отцы. И это наши дети, и мы будем защищать их всеми доступными нами средствами. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толка. В Барнаул с гастролями приехал Астраханский театр юного зрителя. Гости представят местной публике четыре спектакля, рассчитанных на разные возрастные категории. Незнайка и каштанка для юных зрителей. Жизнь взаймы и страсти по Торчалову для старших. А наш молодежный тем временем готовит ответный визит. Подробности в сюжете. Астраханскому чатру юного зрителя уже 90 лет. Постановщики акцентируют внимание на классике, современной драматургии и высокохудожественной литературе. Поэтому то, что наши зрители проявили большой интерес к гастролям, вполне оправдано. Как я знаю, здесь полностью проданы все залы, все спектакли. Два взрослых спектакля. Это наш культовый спектакль «Страсти по Торчалову», который идет в театре больше 20 лет. Причем с аншлагами. Это новый спектакль «Жизнь взаймы», на который, я так понимаю, здесь тоже очень хороший спрос. И у нас он тоже идет с аншлагами. Две сказки «Незнайка» и «Каштанка». То есть для детской публики тоже. У кошечки не боли, и у сачек не боли. Прошло? Ну да. По словам художественного руководителя астраханского Чуза, они старались угодить барнаульскому зрителю. Опирались также и на возможности сцены молодежного театра. Наши побольше и технических возможностей у нас тоже чуть больше. Многие спектакли у нас построены со всевозможными провалами, ямами, как на авансцене, так и внутри сцены. А со всех остальных позиций у вас суперсцена, аппаратура очень классная. Вчера я ходил, как говорится, слюнки пускал. Гастроли астраханского Чуза продлятся до 24 июня. Кстати, после всех гостевых спектаклей Алаверды сделает и молодежный театр Алтая. Команда отправится в Астрахань. Наши повезут с собой 4 спектакля. В гастрольное путешествие отправится команда почти в 40 человек и 2 фуры различных декораций. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители индустриального района Барнаула просят пристроить собачку без лапы, которую обнаружили по соседству. Добрый, тихий, но пугливый, так описывают бездомного пса сочувствующие. Остальные на собаку смотрят с укором, некоторые даже прогоняют. О том, как рыжик, так прозвали животное, остался без одной конечности и как ему помочь, расскажет Данил Кузнецов. Пойдем, пойдем сюда, пойдем. Пойдем, я тебе дам косточку, пойдем, мой золотой, пойдем. Рыжик при приближении людей никогда не гавкает и не агрессирует. Старается побыстрее уйти. Убежать, к сожалению, не выйдет. В прошлом июле его лапу переехала машина, и он попал в приют Ласка. По-моему, даже была использована попытка как-то сохранить лапу, потому что была вставлена пицца, ой, спица. Но не получилось что-то, видимо, пошло воспаление, и в этом была повторная операция, когда лапа была удалена. Не будь у рыжика рыбного места, он остался бы в приюте, однако пса пригрели, поэтому собаку стерилизовали и отпустили. В период реабилитации она провела у нас в приюте, а потом куратор ее снова забрала. Она живет там на предприятии, живет довольно давно, с рождения или не с рождения, но уже несколько лет. За ней приглядывают, собачка имеет доступ к воде, под уходом, под присмотром. Уже несколько месяцев он обитает в индустриальном районе, неподалеку от торгового центра «Заря». Старается прибиться к машинам поближе, поэтому одним из излюбленных мест рыжика стала частная парковка, откуда его пару раз уже прогоняли. Мы не держим собак специально, что у нас приедут, ходят спокойно по территории, недомог его кушать, у нас камерная поездка, чтобы гонять. Ну поэтому как бы прогоняют все-таки, да, восприятия? Я вообще никого не прогоняю. Хозяин не хочет, чтобы была собака. Не знаю, мне ни разу ничего не сказал. Прохожие на трехлапую собаку реагируют в основном отрицательно. Проходят мимо и даже отталкивают детей от больного животного. Однако есть и добрые люди. Сейчас рыжик страдает от жары и ищет себе постоянных хозяев. Ведь с тремя лапами выживать сложнее. Группа неравнодушных людей даже готова помочь с этим финансово. Связаться с ними можно по телефону на экране. Данил Кузнецов, День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле на стадионе «Лабиринт» проходит соревнование по легкой атлетике. Участвуют юноши и девушки до 17 лет. Сильнейшие спортсмены региона проверят, кто из них быстрее. У стартов не только такая цель, есть и другая – профилактика употребления наркотиков. Об этом и других новостях спорта расскажет Дмитрий Дроздов. Эти слова для подданных Его Величества, королевы спорта, значит много. И легкоатлеты месяцами готовятся, чтобы выйти на беговые дорожки. Сегодня стадион «Лабиринт» стал центром притяжения 120 спортсменов из Алтайского края и Республики Алтай. Турниры, посвященные антинаркотической профилактике, проводятся уже не первый год. И это отличный шанс юным и более мастеровитым спортсменам проверить, на что они способны. У нас в Алтайском крае давно действует межведомственная программа профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту. Проводится соревнования очень много по самым разным видам спорта. Там и футбол, и хоккей, и самбо, и дзюдо, и спортивное ориентирование. И вот очередь лета дошла до легкой атлетики. Беговые дисциплины и прыжки в длину. Больше мы здесь нет ни ядра, ни высоты провести не можем. Но отберем команду, посмотрим сильнейших. Еще будет в этом году первенство России до 18 лет. Ну и вообще нужно для списков Алтайского края, списки сборной по разным возрастным группам. Мы детей осмотрим. Так как на этом турнире большинство атлетов из Бурнаула, именно они и были в числе первых. Что касается планов на будущее, сезон для легкой атлетики подходит к концу. Спортсменов ожидает чемпионат края в начале июля. И в середине этого же месяца легкая атлетика будет представлена на Олимпиаде сельских спортсменов в селе Родина. От индивидуального вида спорта переходим к командному. Женский клуб по хоккею на траве «Коммунальщик» на своем стадионе принимал действующих чемпионов Суперлиги «Казанский Акбарс Динамо». Наши пропустили гол уже на четвертой минуте матча. Во второй четверти счет уже был 1-1. Однако окончательный счет установили на табло именно гостей, забив еще два мяча. Ответный матч между этими командами идет прямо сейчас на стадионе «Коммунальщик». И напоследок о футболе. Барнаульский темп, выступающий в третьем дивизионе зоны «Сибирь» на выезде, одержал тяжелейшую победу над Иркутским Байкалом. На 11-й минуте матча бордово-оранжевых вперед вывел Роман Сычев. Он забил свой восьмой мяч в нынешнем чемпионате. Больше голов болельщики в этом поединке не увидели. Упор был на начало матча, когда еще силы были. Поэтому первые 20-25 минут мы полностью вводили преимуществом. Создали 3-4 момента, к сожалению, только один реализовали. После этого немножко ноги подсели. Все-таки сказалось переход с настоящего поля на искусственное. Хорошо, что выиграли 1-0. Сыграл матч на ноль с обороной. Тяжелая игра была во втором тайме, если трансляцию смотрели и вообще на матче поддавили. Маленько байка у нас. Я считаю, что мы подсели просто не физически, а как-то, как даже можно сказать, морально. 10 игр. Темп сыграл в этом розыгрыше чемпионат. И пока занимает третью строчку. Следующий матч бордово-оранжевые проведут 25 июня в гостях против Новосибирска. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok